всем привет меня зовут агата и сегодня я расскажу вам о компьютерных сетях я думаю многие из вас видели как раз эту эволюцию компьютерных сетей именно уже для конечного пользователя для простого пользователя своими глазами я думаю многие помнят интернет по карточкам помнят дела модемы которые издавали такие всякие неприятные странные звуки вот я думаю многие помнят как если харьковчане помнят как зарождались в харькове первые локальные сети возможно помнят такие названия как fastnet там дата свит помнят что интернет был с платным трафиком что были специальные программы которые позволяли обмениваться информацией внутри локальной сети что люди шарили свои файлы другие там скачивали так обменивались фильмами вот мы собственно поэтому я хочу рассказать о сетях это как по мне интересная тема в том плане что она зародилась как раз на стыке двух технологий это телекоммуникации и вычислительная техника вот и в наше время развитых информационных технологий мы уже мало задумываемся насколько сложно было нашим предкам передавать информацию на расстояние использовались нашими предками очень много так способов передачи информации такие как сигнальные колокола сигнальные костры сигнальные зеркала это в основном использовалось только для оповещения каких-то нападениях каких-то о каких-то пожарах вот и в 1780 году изобретен был оптический телеграф он собственно представлял собой большую башню высокую наверху были какое-то подобие палочек стрелочек которые могли принимать разные формы разные позиции каждой позиции палочки стрелочки она соответствует определенной букве чуть позже люди стали думать а почему бы собственно соблюдением электричества почему бы не начать передавать информацию с помощью электричества и так появился первый стрелочный телеграф это в 1832 году его изобрел павел львович шиллинг вот и собственно электромагнитные колебания вызывали отклонение стрелочки на какой-то определенный угол и каждому углу соответствовала своя буква вот тут пример есть ли стрелочного телеграфа это шестистрелочный телеграф настоящий прорыв в телеграфии совершил морзе который придумал новый свой телеграф в 1836 году это был электрический телеграф и использовал для передачи данных то не передалось уже отдельной буквой а использовали всего лишь два знака это точка и тире то есть это короткие длинные сигналы каждую каждая буква была зашифрована в виде точек и тире тысяча 858 году началась прокладка большого трансатлантического кабеля которые собирались соединить америку и великобританию его таки положили правда только с третьего раза первом первые разы его потерять умудрились это собственная картинка первой прокладки кабеля когда корабли ага мемнон и не агара пытаются проложить первый трансатлантический кабель телеграфные они его потеряли вот и соответственно 3 собственно с третьего раза его таки проложили и английская королева послала правительство сша телеграфное сообщение по телеграфу вскоре сразу после этого связь оборвалась возможно из-за недостаточной гидроизоляции кабеля возможно повреждения какого-то и и только еще после двух попыток только после двух попыток в 1866 году ее удалось возобновить также в 1870 году был проложен телеграфный кабель из Йемена в Индию собственно про развитие телеграфии послужило как раз началом с ней прообразом развития компьютерных сетей также технология начали как раз начала в 50-х годах развиваться технологий что начали появляться первые компьютеры это были огромные вычислительные центры назывались mainframe и иногда они занимали один или более этажей иногда целое здание они были очень дорогостоящими очень огромными и громоздкими использовали пакетная система обработки данных то есть людям подготавливались такие перфокарты которые содержали программу и данные передавались в вычислительный центр операторы вводили их вот такой вот фрагмент только такие вот компьютеры огромные вот и результаты частенько получали даже на следующий день иногда через неделю то есть то очень все долго обрабатывалась и уже тогда стали понимать что пользователю гораздо удобнее было бы интерактивно взаимодействовать с компьютером вот и так появились у нас многотерминальные системы это было появились в 1960 году они представляли собой разбросанные по всему предприятию устройства ввода вывода которые соединялись кабелями с мейнфреймом то есть вся обработка данных производилась на мейнфрейме а пользователи могли наблюдать за ней и вводить свои данные с помощью терминалов 1964 году в сша решили создать систему раннего оповещения о приближении ракет противника как раз основана компьютерной сети она называлась проект была частью проекта дарпанет и в 1969 году получилось дочерний проект который назывался арпанет это была сеть между удаленными исследовательскими центрами и она стала прообразом современного интернет в том плане что она уже использовала многие технологии которые используются и сейчас и еще как интересный факт до 1994 года интернет использовался только в научной университетской среде не использовался пользователями обычными пользователями собственно как я сказала тогда был введен термин как сетевая технология это согласованный набор правила аппаратных средств для соединения компьютер в сеть термин такой как протокол это набор правил позволяющий осуществлять соединение обмен данными между двумя и более включенными в сетью компьютерами и сетевое оборудование это устройство необходимое для работы компьютерной сети это всякие маршрутизаторы свечи это коммутаторы собственно когда появились сетевые протоколы их предложили классифицировать по 7 уровневой системе называлась модель оси это данные это прикладной уровень это программы для доступа к интернету это ваш браузер это почта это использующие протоколы как с мтп ftp http поп 3 это представительский уровень это представление и кодирование информации то есть кодировки наших букв они же вас ци закодированные это кодировки файлов изображений jpeg bmp сеансовый уровень это протокол который просто поддерживает непрерывную связь во время сеанса транспортный который обеспечивает соединение . . нужен для передачи информации сетевой это обеспечивает адресацию чем логическую адресацию у каждого компьютера есть свой ip адрес и соответственно когда отправляются данные отправляются конкретному ip адресу канальный уровень это физическая адресация у нас также у каждого нашего компьютера есть свой уникальный идентификатор это мак адрес это адрес который был выдан ему сразу при производстве производитель ему дает мак адрес свой уникальный вот и физический уровень это кабель это сигнал это бинарная передача данных если есть сигнал нет сигнал то есть напряжение напряжения также у нас сетевой технологии сетевого доступа используется пакет айпи протокол и вся информация перед согласно этому протоколу продается передается пакетами то вся информация разбивается на отрезки кусочки этими кусочками так передается по сети на самом деле что важно знать у этого пакета есть адрес отправителя адрес получателя то есть адрес компьютера который его отправил и адрес компьютера который айпи адрес компьютера который его получит также у него есть флаги и указатели фрагмента позволяющие потом после получения собрать в единую информацию из этих пакетов а на физическом уровне на все передается в тоже аналогом пакета передается называется кадры они в принципе чем-то похожи даже но тут в качестве адреса используются мак адреса вот и наиболее у нас распространенный самый это стандарт ethernet который предусматривает разные среды передачи данных среды передачи данных это сетевые кабели это как коаксиальный кабель сейчас почти не используется но возможно кто-то помнит модемчики такие стояли к ним такой кабель подходил вот он обеспечивал скорость передачи данных всего лишь до 100 мегабит в секунду до 10 мегабит в секунду вот сейчас наиболее часто используется витая пара которая обеспечивает скорость передачи данных до 100 мегабит в секунду если длина сегмента не превышает 100 метров и до одного гигабита в секунду если длина сегмента не превышает 30 метров вот тут нарисованная витая пара экранированная у нее вон она в фольгу еще завёрнута причем экранирования больше двух типов бывает дважды экранированная пятая пара у которой еще каждая вот это вот Каждая пара проводков перекрученных еще раз завернута в фольгу, либо в сетку из проволоки. Также существует среда передачи данных, называется оптоволоконный кабель. Поддерживает скорость от 100 мегабит в секунду до 2 гигабит в секунду. Это при длине сигнала меньше 2 километров, это до 2 гигабит в секунду. Если меньше 5 километров, то до 100 мегабит в секунду. Там в середине кабеля стеклянная или пластиковая жила, которую, по сути, передается бликами света. Данные передаются по вот этой вот жиле. Он тоже будет одномодовый и многомодовый. Одномодовый это можно передавать одновременно только один поток данных. Многомодовый, там вот эти вот световые сигналы, они под разным углом подаются, и можно, соответственно, передавать сразу несколько потоков данных. Также у нас существуют беспроводные сети, типа Wi-Fi. Wi-Fi это технология беспроводного обмена данными в радиочастотном диапазоне. То есть у нас есть какой-то Wi-Fi модем, который подключен к интернету посредством кабеля. И к нему уже подключается разное количество клиентов. Ну, собственно, спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.